ТИМО Душевая кабина модель Илма 909 Монтаж кабины начните с установки поддона. Отрегулируйте уровень поддона, изменяя высоту ножек и зафиксируйте их с помощью гаек. Убедитесь, что поддон установлен по уровню. Соберите центральную панель, разместив на ней полочку и боковой душ. Обратите внимание, на панели уже установлен термостатический смеситель. Установите левую заднюю панель и подготовленную центральную панель на поддон и соедините их. Убедитесь, что панели надежно зафиксированы замковым соединением. Это неоспоримое преимущество коллекции Илма. Возьмите правую заднюю панель и таким же образом соедините ее с установленной центральной панелью. Зафиксируйте конструкцию на поддоне цилиндрическим крепежом. Установите на поддон нижний дуговой профиль. Установите левое неподвижное стекло. Соедините его с левой задней панелью и нижним дуговым профилем. Установите правое неподвижное стекло. Соедините его с правой задней панелью и нижним дуговым профилем. Установите верхний дуговой профиль, соединив между собой правое и левое неподвижное стекло. Закрепите уплотнители на неподвижных стеклах. Соберите двери, установив на них ролики, ручки, магнитные уплотнители и уплотнители. Повесьте двери на кабину с помощью верхних роликов и закрепите при помощи нижних роликов. Установите душевую лейку и душевой шланг. Ваша кабина готова! В качестве дополнительной опции Вы можете заказать парогенератор для эффекта бани. На центральной панели вместо заглушки устанавливается пульт включения парогенератора в виде кнопки. В нижней части центральной панели вместо заглушки устанавливается форсунка парогенератора для подачи пара в кабину. Еще одна дополнительная опция – крыша. Крыша крепится крепежными элементами сверху душевой кабины. Для Вашего удобства рекомендуем использовать стульчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok